Первое послание Иоанна, 2 глава 13 и 14 стихи. «Пишу вам, юноша, потому что вы посидели лукавого». Почему он говорит, что они посидели? «Потому что сила креста была сны». Они знали послание. «Я писал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие призывает вас, и вы победили лукавого». Вангелистам, как понимают следователи, пишут на слоне лет. «Статам, детям, юношам, и каждому говорит, будь свидетелей, потому что Слово Божие прибывает в вас». Я вас писаю всегда от обратного. «А если Слово Божие нет?» Ну, ясно, что я не могу быть победителем. «Вы победили, потому что Слово Божие нет в вас». Это антиномия. Современно исключающее понятие. Мы сегодня отмечаем двенадцатый праздник, воздвиженный с честного же Борящего Креста. Праздник совершенно надуманный, не евангельский. И нет процента даже одного доказательства, что это крест, который нашел он именно тот. Потому что описание даже, оно как происходило, среди хрископа обнаружения Ивановича, человек во всем. Двучесть писачки пишут, кто-то вынтравил. Ничего не известно. Так не бывает. Евангелисты пишут все одинаково. Всё! Патриарх Макарин был взбивался, поднимался. А люди, падая, крещая, Господи, по-моему, это я верю. Так не было. А что там было с ним? Исшеление бывает у всех народов. Значит, в честь там не веришь же. И в мусульманах, и у тудистов, особенно у йогов. Там исшеление на каждый день. За истинного Христе. Но пошло всё по-другому. Слово о кресте, посчитали, погибающих несовы. Какое слово? О кресте? А дальше говорит, мы прохладим Христа 1-го. Понятно, что тогда крест, это означает страдание Христа. А всё это сконцентрировалось на дереве. На дереве. Буквально. Их были святыни. Но чтобы это святыния отдельно от его, в стороне было, а так никогда не было. И именно как ему лет сегодня крест. Все секунды в пухне. Накалывают на себе. Семеют. Я работал в тюрьме. Не знаю. Я иду, покупаю крестиком. Подвески сразу. Покупал, приносил. Ну а там же стоит. По той же самой цене. Люди шалай думают, может, как и обракаться. Нет. Крестик, чему способу, пораньше освободили. Не по фарте, когда воруют. Во время браки, чтобы его не зарезали. Амулет. Крест сегодня, всюду и везде. На эмблеме. Государственном. Государственном. Сидит судья. Сидит без закона. А на нем, двуглавая птица, держит длинные шары. На нем крест. Везде крест. У послуга. У судей. Везде. В амбинаторах. О кресте никто не знает. Ну и что крест? Кресты ли все отвергнуты. От власти исчезают. Даже перекрестятся в виду. Но никак это не сравнивало со крестом. Вы сейчас только что прочитали первое постание коррестов. Что же говорится о кресте? И дальше поискает. Где-то в отвласти креста. Никого нету. Сколько было над крестом в мире, все исчезли. А Христос. А Христос. Вы когда сделаете крестное знамение, всегда понимаете, речь идет о Христе. Зарисован крест. А Христос на Хресте. Там-то себе крест-заказительница. Это шафот. Это страдание. Крест принесли ремляне. Ходили на нем присутки капрадов. И там бандит от отбойников. Поэтому для них назвалась эта дикой глупость, проповедливая шафот, гильотину. Слово Христе – это юроса. За погибающие, потому что они погибают. Христос нас пострадал. Он нужен за наш взгляд. За каждого. У нас есть смысл. Для меня этот день особенно дорог. Я говорю, из любого события можно выжить полезным. Что бы ни было. Неправильное замечание, обличение. Обо мне заботятся. Господь что-то хочет сказать. Начинает следовать. Начинает следовать. Начинает следовать. Вышли. Садиться. В конце уже меня проповедят. Дальше говоришь. Я сделал подсчет. Говорю, 21 минута. Я на этом не остановился. Вчера занялся. У меня полностью 17 км от того, что данную букву прочитал, сколько проповедят. Машина помогает. И оказывается. В переводе на наше время. Он говорил ни так, ни меньше. 31 минута с половиной. В среднем. То есть я в разы чего там взял. И все. Сегодня греческое евангелие. Говорю, греческое. Давайте, что у меня потолку в исследование. У меня греческое евангелие. Посчитал. У меня почитал, сколько буквы в русском евангелии. В первом самом третьем. И как в греческом. В греческом одноцелое, что там тысяч больше. Я перевожу на время и считал 4,5 минуты. То есть минимум 35 минут. Но надо учитывать, что у меня записано на магическом каждое слово. А у него, что вот те руки записать люди. Человек не придать сегодня устроить. Это в главную мысль, сколько он успевает. Сказать. То есть у него кровь была ни так, ни меньше под 40 минут подходила. Это только не больше. Там ляло. Ляло, там ляло, люди не приходили. А чего они слушать, когда калундаевская говорит? Это он калунду говорит. А калунду говорит. А калунду говорит. А калунду говорит одно и то же. Понимаете как? Бесправедливые упреки, бывшие злотаушки. Он их употребил и на них сказал множество заправедей. И там такой калунду говорит. 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 Как Мур querod Вот он рядом, как молитву, чтобы что-то дать. В бакалере с великой начашкой можно, но мы из этого вызвем полезное. Нам напоминают о страданиях Христа, о его бесконечной любви каждому из нас. Он умер за нас, он ходит за крест. Это я должен быть там как разбойник, как будник, как изменник. А он вместо меня пошел. И об этом днем, в котором мы на 10-й праздник часто не работаем, отдыхаем. Не только фильмы смотрим. Ученичу больше времени и сегодня чтение Слова Божия, Божественных книг. И поблагодарим Богу, что суправославие, что есть такой праздник. И он говорит, вы победили его мукавого. Я решил узнать, а в чем победили. Потому что Бог пребывает в Слову Божию. Она не пребывает в детях, юноши, вы пропали. Ну погиб, окончайте, вы какой-нибудь он живы, обманывай, что я вам вчера уже и говорил. Слово пребывает в вас. Ответ дает садик. Выходите на слово, чтобы дети сами не стали. Поиграли маленько, поиграли, давайте Слово Божие почитать. Несколько раз в день в день, приучайте детей к Слову Божию. А давай какую-то, запустите, заучим стих, фразу одну. Назовите «Золотые стихи». А я сейчас их назову. Слово Божие почитать, что Бог говорит, вы не имеете Слово Его, пребывающее у вас. Потому что вы не верите тому, кого Он послал. Вот почему люди не верят. Если верить в Христа, как Слово Атси, чего Он из Бога послал, значит, Слово Божие почитать в вас. А Христос евреям и говорит, что на воле ищите меня убить, что Слово Моего нет в вас. Слово, оно, Боже, огненцараживает. Оно делает человека героем веры. Он побеждает всякие сомнения. Слово Божие. А что-то пишет Петов. Первая портальна 11.3. Чтобы вы, как возрожденные, не от пленного семени, но от не пленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в Боге. Родились ли мы от Слова, не просто привыкли за Богом приходить. Даже если так, и что время своему внуку, внушке окажет, я сама услышала Слово Божие. И ты. Он слышала через меня. Ты помни, что меня не будет. Вот ты и другим рассказываешь. Баба моя знала Слово Божие. Ни предрасудки, ни свечи, ни лада, ни дым. Это все дальше пойдет. Если ты не возродил, то ты ничего тебе не даст. Ты от тунгусского шамана ничего не будешь отвечать, будешь. Такие же обереги, святые, все больше ищи, провести. Покладешь к нам. Крест. Здесь распятый Христос. Отзвоняясь к Христу твоему. То есть страдание. Крест через страдание. Крест это не просто поперечины. Это страдание моего Иисуса. Севая Петра 11.5. До Слова Господа пребывает во век. Сембрецы, теории, военные, деятели, патриоты, герои, селуи. А это есть Поклада, Которая вам проповедана. Да, вот, патриоты, мне нельзя этого сказать. Что Слово Божьего вас пребать не пребывает, и оно вам не проповедовано. А садишка проповедует? Да, проповедует. Я спрашиваю, что Батюшка говорил. Он говорил, что Еленовна посещайте храм. Сделано. Я это говорю. А вот и Батюшка что говорил? Он говорил, что Еленовна посещайте храм. Один Батюшка все время говорил, что Еленовна посещайте храм. Вот так-то. Хочется каждый день. Самое-то главное, да, и людям, пронятие любви. Бог любит. Бог и берет. И Дух Святой написал все это. Слово Божие должно забывать человек. И нет его. Ты живешь в кусте. У тебя в плаче будет. Становцы приближаются. Сладостей свежих нет. Вот и Слово Божие все это разберет. И вместе с каждым героем будешь идти, как завидом, по нравам проходить. Ты забудешь про себя. И скажешь, я верю, потому что написано, я один из них в господи. По нравам и Ахряхова помиловал. Помилуй меня. Ты за каждым словом будешь поставить слово себя. Что материю из Давида в 118-12 стих. 12 стих. Само зашло. Ам, а заучите дети. Последь тебе задачу. Все, начните его научить. Он говорит. Вопрос. Как юноша сождержать в себе тупого, чтобы он в небо подал, мукавым? Как? Он в родстве, если ты видишь, он не слушает, там полега. Ну еще какая? Тойка с рукой. Но ты видишь, в нем духовно умеет человек. Человек, храни им себя по слову твоему. Все время сравнивают, как вы говорите со старшими, как по полиции. В других нациях, в других нациях даже не смотрят. Дети очень дерзкие. Они лукавые, хитрые. Делают прям настоящие поздности. Мне вот сразу собачонка старается заплакать сюда. Старший говорит, ты что делаешь? Слово Божие там не звучало. Там звучало осуждение. Продолжение, свадьишки, учителей. Цитая 66-5. Выслушайте слово Господне, трепещущее средь словом Его. Он скажет шагу слова. Он трепещит средь словом Божем, его выслушайте. А ты, говорит, выслушав, и слова Мои брось за себя. Прошли мимо ушей. А в это я защиту, говорит Господь, слово Мое не будет тщательным. Пророк Сафония, 2 глава, 5 стих. Слово Господне на вас. Я истреблю вас, говорит Господь Бог, за то, чтобы не слушать и слова Моего. Слово Господне в меч, а он на вас. Ты не просто закрыл, где ему прошел. Не просто вернулся другими делами в фильмы, смотрите, как она в храм пойти. Подразумевшись, ты много не храм пропускаешь. Слово Божий на вас, она истребит все. Что ты смотрел год назад, ведь ничего не у тебя нет. Ты не можешь поколиться знанием Бога. Написано хваляще, что хвалить, что знает Господа Бога. И дети твои не будут ничего знать. И в фильме пустота, это выдумка. Ты правильный вывод, что ты не можешь сделать. Она здесь была, которая в судьбе, через дорогу, в книге, в книге, в книге, в книге, в книге, в книге. Я не могу говорить, что ты смотрел. А скажи, он не может рассказать. Читает книги, читает в книге, значит, как в книге, то разницы никакой нет. А ты просчитаешь, что же Боже мой, от этого меня коснулось. Скорее, выкиши, скажи, что ты в последний раз из книг выписывал и заучил. Я в последний шикаре этим занимаюсь. Что ты просчитал то, что тебя взволновало, я тебе уснуть ему, Господи. Как я мог этого не видеть? Что? Открыло себе мураво, уже за детством своего Бога. Это ничего ты не ответишь, этого нет. У тебя не вольте, чем в голове. Силы разные. Иоанн 8, 30, свет. Господь говорит, почему вы меня горите, что слово мое не вмещает в вас, и вы ищете убить меня. Почему вы не с радостью принимаете то, что я вам считаю, говорю, естаре, потому что слово Божие не вмещает в вас. А если ты был погруженным в слово Божие, а слово разъемник, который сказал, я сегодня, в храме, за одну с половиной минуту слышал слово Божие. Оно опять коснулось меня. А не просто посмотри, вы кончите, с домой, как по телевизору, сзади. 1 Коринфянам 14, 36. Разъемник, слышно слово Божие. Или до вас один достигло. Я эти слова считаю вчера, сегодня, если мне предосплатить хочется. Разъемник до вас достигло. Это не достигло, мой фавел, где ты, даз. Уже всем достигло, разъемник до вас исчезли, все за бедра. А сегодня, наоборот, не достигло Слово Божие. И спрашиваю сегодня еще. Я подтравил задачи людей, приучить служить Библию. Смотрев, по дружбой всюду, ты не проповедей со всеми. Я читаю Благоуста, вчера, сегодня, смотрю, и вытаскивать это ничто, но в вопросе привязки к Солу Божию в моих сопоте не сравненно выше. Почему? Потому что я ничего не делал, я прямо свечу, я вижу, это две места, ноги. Он счет такие высоты, места. Я спустил, что-то там вылезу, сядет по боку Христа, как могил. Я же ничего не говорю. Давайте на русском языке в добром переводе считать. Давайте каждый день встречаться, давайте занятия проводить. Все деньги рассказывают, никто этого не говорит, не у благоусти и грехов. Почему? Они очень высокосудные, очень миллиардовые вопросы. А я, я специализатор, шаг на рабочих. Я указываю, сколько на дед, и на свиста. Познайте, что вам можно, мы с людьми не дали, все, я найдется 10 людей, я один из вас. Я хочу, чтобы вы все находили утешение в Солу Божию, вожрели на крест Христов. В Колотенном Психе 16, Слово Христов, да все оставаться отдельно, как всякая премудрость. И как премудростью, всегда, надо считать и другие духовные книги. Третьи люди мира всего в Слово Христове, как в древности. Срединают хартия, вольности, какая-то в Англии, в 1660 году Магина была. Магина, собирают за 30 миллионов долларов. Слата здесь. А в Библии лежит, никто не хочет все взять. Она лежит. Она намного дешевле. Она родились, и все, и все, и все, и люди умирают. Это считается народное состояние. Ничего оно не значит, все это пустое. Крайки, Боже, на тебя на кресте. Он провозглашил нам свободу. Боже, чай. Слово Сеслава Микриста, прониквозь. И от вас пронеслось, Господи. Пронеслось. Слово Сеслава Микриста переодевается на мимикрия. С рубашком в рюксе. Мы же за ряда в город едут. Ты знаешь, из-за нового царя из-за бороды. Только про путь не пришлось сказать людям. И нашим сестрам, когда одетые по форме и видуют из страны, все такое будет страшно, будет сверчее. И так. А наши дешевле начинают говорить о христианстве. А к слову Божия, кто не слышит. Ставая с шокололитистом переодевает. Молитесь за нас, братья. Чтобы слово Господи распространялось и расплавлялось, как и у вас. Я хочу, чтобы не только распространялось, но и расплавлялось. Какие мы блаженные. Знаете, Библия на русском языке лежит на новое. Какие мы счастливые, что слово Божие. Будем считать оно отдельными стихами на стенах. Как многое дано Господь. Послание к евреям. Павел пишет. Прошу вас, братья. Снимите, и нет слова умещания. Вот. Слово на сотнях дня. Скотя, слово на сотнях дня. Ко мне. Ко мне лично. В Библии такое выражение встречается шестьдесят восемь раз. Слово Господь измеряет людей заблудившихся. В комедии, какие дела наворочил завык. Страшные преступления совершил. Приходит пророк. Его ничем не пробил в комедии. А он ему говорит, словом Господнем, я тебе все дам. Надо же еще больше. Надо богатство больше. Что ты делал? Огно в твоих днях. Убил. Сукрано ему ничего не слал. И написал письмо. Никого не убивал. И Давид понял. Крах. И грешил мне. Больше ничего не надо говорить. Когда в суток и среслах нас отмечает Христос. Все он отмечает. И Бог просил тебя. И через второй год не помил. И в чеченю. В 18 лет за убийство ничего нет. Просил. Но теперь Давид в своей жизни будет нести святинец от местного часа. Теперь дом у него будет взволнован, как море. Брат на брат. На свисту. Настильный будет. И на этой линии. Бог уже просил. Но на земле надо вывести. Там упрощенное. Вести нам Бог просил. Но плоды прежней жизни и памяти нет. Почему жил в лундах. Знал женщин или мужчин. Все равно. Благодарим Богу, что осталась крошка памяти. Долго ты не знал Христа. Бог укрепляющий. И каждый человек говорит. Господи, а сколько этих моментов было. Я мог тогда еще найти слово Божие. Я даже не могу посерявить. Мне сразу же нравится. Все больше открывается. Я вот там мог. И там с кем-то встречался. И вот я с кем-то считал там слово Евангелия. Я даже посвящал. Я не понял, что такое. Боря мне. В 3 минуты 3-4. Как написано. Ты праведен в словах Твоих. И победишь в суде Твоем. Вот как право через слово Твоем. И когда с тем, кто мы говорим. И нам говорят, что мы правы. Начинают приводить местные писания. И писание им доказывает. И сказали, что ты прав. Слово Божие тебя поддержало. Я не прав. Ты победишь в слове Твоем. Суде. Откровение 12.11. Они вследили его кровью Арбаса. Свистовом свидетельствует о Его. Хочешь не читать победу. Смотри на крест Христов. Слов Христа печет. Это надо видеть. Раздевать надо все телоображение. Нельзя раздевать воображение о неизвестном. Как там Христов Божий. А это реально. Борбок. Анатолия Муслима. Хоп. Там крест. Копаны. Смяду бойны. И никто к Христу не поклоняется. Ни Божьей Матерью. Ни ученики. Они их не искали. Они искали Христа. Хоть не молнивши Христа. Они бы нахренеть выкрали. Все равно нашли. Дверь не заплатили до Него. Солом 142.6. Газуру. Слово Слово Богу. И вещь обоевода острый. В руке их. Когда Господь распространяет Слово Божие. Что наполняет уста и сердца Слово Богом. Писка Соломона 12.18. Пустоток уезвляет как мечом. А язык мудрых врачует. Потому что Слово Божие внутри. Стиханов 6.17. Возьмите меч, которые Слово Божие. Ты знаешь это. Почему же с оружием выхожешь? Я вспоминаю прошлые годы. Мне приходилось с многих депутат с сектантами. А они видят откровения. Я иду к адвентистам. Есть толкование. А две эти творицы под этим словом. Мелкий уех сам на русский язык. Теперь у нас более подробно. Вообще-то Слово Божие. Возьмите Божие. Геннадий Катруйсёпсов. Я тебя инспектирую за одной тетрадки. Я тетрадку инспектирую на один листик. И на один листик, чтобы уничтожить шпарганку в лазонь. Детей надо ничего в руках не держать. Заполнить толкование и мудростью. И через это душа пришла в голову. Если ты хочешь пройти с депутатами, вооружись. Молись. Готовность к прошлой неделе. Уже идти на стол. Идти в хап. Чувствия еще не хватает. Снова залез в пищу. Положи Господи на тело. Что я упустил? Служба идет. А я все еще думаю. Не упущены. Что по этой семье. Господи. И сердца людей. Как только ко мне не расположен. Не приведет. Он перебраться быть может. Спереди его сердце. Пусть он не сможет на мою греховность. Обзаять на вершину Христа. Для его. Детей 4.12. Слово Божие живо и действенно. Сейчас я вся помеща в бою за островом. У меня везде. Это и титры здесь есть в доме. И все, что будет на улице. Что Слово Божие живо и действенно. Ему надо. Четыре так. Чтобы оно. Красавность. Оно про мне написано. Оно заговорило со мной. Что с Слово Божьим я увидел сегодняшнее событие. Что это крестовое движение. Не Иван здесь всегда так. Но как много в нем мы находим для себя. Я говорю Боже, что святые сделали. Так и свечи с креста. Сейчас храм открыли. Елену построили. А как его приспособили. Назвали. Я об этом говорил. И у нас ничего новичного не будет. Не надо бояться сказать, что этот праздник не евангельский. И на него нет указаний. Христово понятия. Но но самое главное. Перед нами прошел сон святительный, который проповедовал. И из каждого слова извести полезный. Из наших праздников, которые как будто совершенно выдуманные. Но сколько же в них красоты. Нас смиряет среди года. Звенит на крест. Целый день посвятить тому, что Кресту про Ему поклоняемся. Естественно, я не целый день буду обнушать об этом. У меня в мой Христос. Он искупил меня. Его поздно меня. Начать на крестину. А если бы я прошу грамоту. Да, я Бог учится. Я может другу профессору. Я может другу в этом министерстве. Мне так говорили. Все право ушло. Ничего нет. Потому что нечего. Ну кто я был. Лучшийся верно же, кализы в моего значениях. Брат. А Господь садил меня с сыном своим. Послушает и исполняет слово. Вот мне брат. И отец. И мать. Звольте мне это. Бог будет сведеть. Он прибежит на смертный час. А Господи. И не отвратит взор от Тебя. Даже в причастие когда. Не в причастие. А священие правда стоит на голубоке у Христа. Секундно придет чашу и приносит. Причастяйте, целуй чашу, слушайтесь, а это обозначает и блог Христа, образно сказать. Конечно, как будто надумано, ничего нет. А, красиво, что я прислоняюсь к Ранам Его, я снова клавиш, прессуемо Святому, теперь везде. Захар может быть супер, свидетельство о смерти, о любви Христа, о Его самом освящении. Аминь. Аминь.